Привет, друзья! Мы наконец закончили наш крутейший аквариум. И прежде чем я его покажу, поставьте лайк, надо набрать хотя бы 100 тысяч. Продолжение следует... Дискусы предательски прячутся, когда мы находимся в комнате, поэтому расскажу вам про аквариум. Так вот он органично получился у нас, встроен между двумя шкафами. Отделку мы тоже сами делали, но, к сожалению, вот этот этап не сняли, пропустили. Отделка из ДСП сделана. Как-то так это выглядит. Все, дверцы тут без петель, съемные. Сейчас покажу, как они снимаются. Заодно посмотрим внутреннее устройство фильтрации. Мне такая конструкция дверей нравится больше, чем распашные двери, потому что и двери не мешаются, можно целиком снять. Ей получается как-то вроде пространства больше. Буду себе дома делать аквариум, так же сделаю. У меня уже почти, я уже весь чешусь прям. Я в прошлом выпуске показывал вам уже устройство сампа, но сейчас примерно так в двух словах расскажу, как это все в работе. Так, в первом отсеке установлены фильтрующие мешки, механическая фильтрация и маты Матала. Вот в планах вот эти крупные ячеистые зеленые маты заменить на крупный поролон. Да, делается это, будет это сделано для улучшения фильтрации, для того, чтобы способствовать развитию гидротрофных бактерий. По крупно-пористому вот этому материалу, по Матале, течет вода с большим током воды, а на поролоновых матах, которые также вдоль будут установлены, задерживается механическая вот эта взвесь, которая подвергает, собственно, уже фильтрации аэробными бактериями. Дальше идет отсек узенький, там установлен аэратор для обогащения воды кислородом, дальше отсек с механическим фильтром с синтепоном и, ну, то же самое, да, в следующем отсеке, там еще внизу лава для биофильтрации. И последний отсек насосный я вам уже показывал. И пока тут кручусь, у меня дискуссы сплыли все. Пожрать! Ой, класс, вообще, у них тут еще терки какие-то. Бля, там вообще, а блин, здесь вообще, когда в карбушку кидаешь, он нос стоит возле них, все дырни никого не выпускают. Еще вот такая штука-дрюка, ну, это не я делал, но сделано круто. Это заказчик мой делал. Таймеры все аккуратненько собраны. Тут светодиодные светильники стоят, и водорослевика, и освещение в дисплейном отсеке контролируется такими вот релюхами. И по поводу освещения, вот возьмите на вооружение, прям рекомендую очень, смотрите, как здорово в сампе светло вообще, да, тут тоже линеечка стоит, вот она, небольшая. Вот, так что штука-то крутая. Мне очень нравится, я везде стараюсь делать, если есть возможность. Хочу обратить ваше внимание вообще, рассказать, как устроена отделка крепления, да, повторюсь, что мне действительно нравится эта конструкция, когда дверца съемная. Суть в чем? Установлены магниты, раз, два, три, четыре, это обычные мебельные магниты, не суть. Нижние можно и не ставить, в общем-то, без них тоже будет держаться. А на дверце установлены ответные части. Вот этим металлическим уголком, в нашем случае, мы опираем всю панель на каркас, она устанавливается, и захлопываем просто магниты. И вот так получается четко, нарядно все. Дверца сама таким образом установлена не на полу, здесь есть пространство. Да, щель там сколько полу, 5-5 миллиметров. Вторую дверцу точно так же ставим на место. Вот, и еще круто то, что нет никаких снаружи, ну, мне нравится, да, как сделали, нет снаружи этих самых, как их звать-то, петелек, ручек, здорово смотрится. Как вы уже обратили внимание, этот аквариум с фитофильтром. Фитофильтр, ну, классно растет, аквариумы всего месяц, а растения растут прямо на глазах. Нитратов всего 10 миллиграмм на литр, несмотря на большое количество кормления, да, рыба-рыба молодая. Вот, растения, в общем-то, круто растут, фитофильтр работает, вопросов нет. Я в прошлом выпуске показывал подробное устройство, сейчас вы просто взгляните, как он роскошно выглядит. По освещению здесь для фитофильтра установлены светодиодные линейки в общей сложности 40 ватт. Ну, не сказать, что прям очень много, но для этих растений вполне себе достаточно, очень они бодро себя чувствуют, растут. Светильник здесь самодельный, на алюминиевом вот таком профиле, собран он на SMD-платах светодиодных. Вот такая штука. Ну, свечи так приятственно. На сегодня это все, если вам понравился аквариум, ставьте лайк, не забывайте, мне надо 100 тысяч набрать. Если вы хотите заказать мне такой аквариум, пишите мне в группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. А если вам понравились дискуссы, то ссылка на дискус.рус будет также в описании. До встречи в новых видосах, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова